В имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, мы словами покаянного канона и припевами «Помилуй меня, Боже, помилуй меня» полагаем начало, начало подвигу Святаго Великого Поста. И, наверное, братья и сестры, прежде чем осознать, подвязаемся ли мы, то мы, наверное, должны себя сравнить со своими предшественниками. Когда-то Владыка Арифий сказал мне такие слова. Когда придет тебе в помысл с кем-то себя сравнивать, то сравнивай себя с лучшими, а не с худшими. И стоя сегодня в этом храме и читая Святый Покаянный Канон, я просто вспоминаю, что когда-то этому месту Святые Горы дала подвижническая жизнь братья Святогорской, тогда еще пустыни. Жизнь преподобного Иоанна Затворника, жизнь других неведомых подвижников благочестия, которые подвязались к нашей обители. Но было время, когда Святые Горы на звании оставалось, но был закрыт монастырь, и не было, казалось, ни духовной жизни, ни службы Божьей, ни таинств церковных. Пришло время страданий народных, которые вылились и в гражданской войне, и в братоубийственной, и в голодном море, и когда друг друга считали врагами народа, и страшные бедствия, и пожары, и смерти войны 41-45-го Великой Отечественной. Но в послевоенное время люди, жаждавшие духовной жизни, все-таки сумеют выбрать себе право быть наследниками предшественников живших в Святых Горах. Еще при закрытом тогда монастыре они из простой хатки оборудовали здесь небольшой храм. Посвятили этот храм всем святым, как бы вручившим жизнь свою всесильному ходатайству теплых угодников Божьих. И служили в этом храме те, кто пережили каторги, гонения, голодовки, обои, издевательства. Служили иеросхимонах Дамьян, служил иеромонах Дорофей. Они по 10, по 8 лет каторги отбыли за веру и не предали Бога. Что им пришлось там претерпеть, мы даже не можем себе представить. Но они при этом остались пастырями церкви, монашествующими, людьми духовными. Несмотря на все бедствия, на все страдания, которые они понесли, они сохранили в сердце свою любовь к ближнему. Не разочаровались в людях и впоследствии здесь принимали исповеди, крестили владельца, венчали, может быть, даже тайны, редкие тогда пары, служили божественной литургией и, принимая исповеди, местные жители причащали тело на кровью Христовыми, совершая здесь божественные литургии. Какой подвиг несли они и какой подвиг несем мы? Часто братья и сестры уже только пост, бывает, начинается, еще мы не успели, казалось бы, и подвига постного того чувствовать. А уже слышишь, брат, батюшка, а может вы благословите мне послабление поста? Мы тяготимся, бывает, длинными, постовыми службами, и как уныние бывает на нас нападает такое, и повысил бывает такое приходит, когда же служба закончится, как оно длинно и сколько тянется, не забывая о том, что ведь на службе мы с Богом разговариваем в молитве своей. Мы часто, братья и сестры, кажется, начинается великий пост, и вдруг откуда-то у нас появляется раздражительность, появляется какое-то разлинение, расслабление, хотя мы еще никакого подвига не несли. А почему? Потому что наши предшественники были люди духовные. У них Дух руководил плотью. У нас же воспитана нами капризная плоть, которая и малейшего для себя какого-то подвига, она уже считает для себя чем-то невыносимым. Как бывает капризный ребенок, который в истерике, бывает, бьется, требует что-то от родителей. Так и наша капризная плоть, бывает, так начинает бунтовать, начинает раздражаться, начинает недовольствовать, начинает томиться, скучать на службах. Это, братья и сестры, говорит как раз о том, насколько мы разные от тех, кто нес духовный подвиг в жизнь своей. Старцы наши, отец Дорофей, отец Далиан и другие, подвижники Святогорские, новомученики, сколько они претерпели. И не только они, сколько претерпели наши родители, наши бабушки и деды, которые наполняли до отказа этот небольшой храмик в первые дни Великого Поста. У них жажда была общения с Богом. Для них пост был, вся жизнь у них была постом. Как когда-то говорила моя бабушка, вы сейчас послетеся так, как вы на Пасху не разговлялись. Мне вспоминаются братья и сестры, рассказывая о насельчатке, тете Наде Шапаревой, как она говорила, что в 47-м голодном году мама в кружке испекла пасочку. и послала ее из села в гору. Единственная церковная район была посвятить ту пасочку. И я шла с пасочкой тут, и такая голодная была, и я начала потихонечку от нее отщипнуть. Ну что можно ребенка за это разве осудить, голодного? И я так не заметила, так увлеклась, что под холедом я увидела, что в узелочке у меня только горстка крошечек осталась от Пасхи. И я так плахан, что я Пасху домой не донесла. Вот представьте, братья и сестры, какая Пасха была у людей и какой пост у нас. Мы сейчас привыкли раптать, мы привыкли осуждать, мы привыкли развлекать нашу плоть всячески какими-то зрениями телевизора или еще чем-либо. Почему, казалось бы, от душа это понятно, что это бестелесная наша составляющая, но почему Церковь Святая благословляет нам телесный пост, воздержавший плоти, ограничение в пище. Потому что пост это вообще ограничение. Пост это воздержание. Но мы знаем, как тяжело воздержаться от осуждения, удержать свой язык. Мы знаем, как трудно удержать свое зрение, которое смотрит, бывает, и видит не то, что надо, с жажду из какой-то. Мы знаем, как трудно удержать слух свой от чего-то неподобного и от сложных потребностей. Мы знаем, братья и сестры, как сложно удержать духовные, душевные свои чувства от поползновения на что-то греховное. И поэтому церковь, святая, как любящая мать, зная, как трудно нам воздержаться в духовном воздержании, она просит у нас начать с самого простого, воздержив желудок. И то церковь не требует от нас голода. Церковь просто говорит, что воздержись от некоторых продуктов. мясо, яиц, молока, все остальное кушать. Просто воздержись от кое-каких продуктов и не больше. Богу не нужен пустой желудок, Богу нужно чистое сердце. И сам пост, он не цель, он средство для души стяжать добродетель и воздержание. Если мы сможем удержаться в самом простом в пище, то мы потихонечку научимся, как по ступенечке восходя от силы в силу, воздерживаться и в словах, и в мыслях, и в душевных чувствах, и во всем то, что составляет непотребное для нашей души. То, что для нас являет, братья и сестры, страдание для души. Потому что ведь все знают по опыту, грех никому не приносит радости. Грех приносит в силу скорбь. И часто грех мы стараемся скрыть и спрятать, потому что сами даже стыдимся за совершенный нами грех. И наоборот, добродетель, она, братья и сестры, приносит человеку радость. Даже малая добродетель. Даже такая добродетель, знаете, малый пример, когда ребенку конфеты даешь ему, и у тебя уже на лице улыбка, и ребенок радостный, и у тебя на душе пасха. Ты всего лишь поделился конфетку, давши ребенку. Или доброе слово кому-то сказал, или кого-то поддержал в скорби какой-то, выслушавший человека. и все это приносит утешение и нам, и тем, кто с нами сталкивается при совершении добродетеля. Поэтому и сегодняшний день, братья и сестры, вот этими словами, которыми сегодня церковь пробуждает души наши, помилуй меня Боже, помилуй меня, мы должны сравнить себя не с худшими, не с грешниками, не говорить, что все так живут, а тот еще хуже меня живет, да еще можем сказать, почему Бог несправедлив, да как Он Него терпит, да как нас всех Бог терпит. Если Бог был справедлив, мы бы одного часа на земле не прожили. А в том то и дело, что Бог несправедлив, Бог милосерден. И мы в сегодняшний день, не осуждая ближнего своего, положивши вчера начало прощенное воскресенье словом прости друг другу и ко всему миру простевших это слово, мы, братья и сестры, постараемся пост этот великий, который не по числу дней великим считается, а по той великой цели, которой Он нас направляет в Царство Небесное, общение с Богом, зрение Царицы Небесной, зрение ангелов святых и всех святых угодников Божьих покровителей этого храма. Встреча с отцом Дорофеем и отцом Домианом, подвижниками, которые служили здесь, в этом храме, где, сохраняя святость святого в душах людей, которые этот храм наполняли наших прихожан-предшественников здесь. Мы встретимся и со своими близкими святого, которые милостными и молитвами нашими были вымолены или вымаливают, будучи праведными, нас, чтобы вы уже до конца не сошли с ума и были чуждыми Богу в грехах своих. Мы сегодня, братья и сестры, великий пост начали. Великий пост это для души, поверьте, не спорно. Это не что-то, что может вызвать какое-то удручающее настроение, когда будет искренность. И вы поисповедуетесь великому посту с искренностью, то радость будет такая, что хочется весь мир обнять. Когда причаститесь к святых христовых так в великом посту, то человек скажет, Господи, да хоть бы мне и сегодня умереть не страшно, потому что Господь со мной. Если вы кому-то милости не сотурите, если вы в посту кого-то больного проведаете, то эта радость будет и тому человеку, а его радость будет вашей радостью и вашим утешением. Вот эти малые дела, но которые могут нам даровать великое, вечное, нескончаемое и неотъемлемое бытие с Богом, вот братья и сестры, по этому великому стремлению и настроению нашему, и пост называется великим, потому что очень многие люди, даже малоцерковные, в этом посту как бы пробуждаются и спрашивают у старших или у соседей воцерковленных, а когда можно пойти поисповедоваться, причаститься, а как пост правильно держать. даже у них возникает у них малоцерковных, какое-то духовное стремление, а тем более у нас, которые не один год ходим в храм, называемся и священнослужителями, и православными, христианами, тем более у нас оно должно вызывать интерес в духовной жизни, жажду совершенствования, любовь к Богу, и само богослужение для нас является разностью и утешением. Я многих из вас, братья и сестры, кого-то знаю, по имени кого-то видел вчера в отращенной воскресенье в Успенском соборе Святогорской Лавры, но в сегодняшний день первый канон, читая здесь, где подвязались старцы, предшественники наши, благочестивые наши отцы и матери, которые молитвами своими и нас сделали причастными Церкви Христовой Святости и Богу. В сегодняшний день, братья и сестры, совершайте первое богослужение, некоторых из вас я не видел, но тем не менее я хочу и спросить у вас прощения в начале Великого Поста. На этом Святом месте, где перед обновь стояли те батюшки, которые прошли катаром, страдания, идеологию безбожьей, всякие переживания за будущее Церкви Христовой, а значит за нас с вами они здесь уже молились и переживали. Стоя на их Святом месте, я грешный сегодняшний день прошу вас простите меня с честными отцами, братьями и сестрами, но простите меня велика согрешит в день сей и во всяком животном дел словом помышлений и все мои чувства. Благодаря ищи гротами своего человека в жизни Бог простит и поимствует всех вас. Подписывайтесь на YouTube канал Святогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской и Святогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok